Девушки отдыхают 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 Вот этот тоже мавзолей, этот Мьяна как раз, Баба, мы говорим иногда, вот это он прекрасно как раз его достраивали перед Тимура. Тимур после захвата города Сарая и попытки разрушения Куни-Ургенчи начал укреплять. Как раз район Герата, район Южной Туркмении и Самаркад. Вот Мин Мандавр Зур Шахаралов был, Туркмении и Самаркад, Мерф Тиген Шахарбах, Байрамали, вы слышали? Это был один из уникальнейших центров, особенно перед Сережекудов 11 веке, была в Волске-Булгарии торговля, религиозные контакты, Мерф, Ухара и Харезан, Мюргенч, по-другому поговорим, Иске Ургенч. Вот это как раз был контакт в Волске-Булгарии, все тюркские крупные ученые учились там, в Мерфе. Это город, чем интересен, на сегодняшний день сохранено 19 городишек разного вулкана. Вот самый древний, сейчас мы до Булгарии, видите, Эрккала. Эрккала, это памятник, напоминает такой котлован, как будто вулкан, да? Это был цитадель ахименистских правителей. Потом Георгкала, это перед уже Сассанидов, то есть 3-й и 7-й век. Вот уже перед мусульманской, вот эта крепость. Вот этот самый большой отец называется Султанкала. Это когда правились седжукиды, перед тем, как уйти в Малую Азию. Вот эта культура... Кстати, на культуру Волске, Булгарии, Золотой Орды, Крыма особенно, это подтверждено археологическими данными Крыма и других местах, и у нас тоже очень сильно повлияла как раз седжукивская культура. Седжуковская архитектура, особенно Крыму, она четко явна. Но у нас влияние тоже есть. Но у нас все-таки больше влияние харизма. Но, в принципе, Харасанская харизманская архитектурная школа, она очень мощно дает это. Харасанская харизманская архитектура, это до 19 века, вот это городище всякие. Вот это так называемые асхабы, святые похоронены. Здесь это водохранилище Сардоба. Вот они сейчас каждый год раскопки проводят. Вот эти вещи пили в Сассанидах. Когда между Волзьем, по Волзьям идут торговли с Сассанидами. Возьян Барямова недавно привезла из Сибири, но иногда она любит, пишет хорошо книги, но под Тазирой привезла. Пишет, что это татарские, это вещи были гирганские, но татары покупали и торговали. Это нормальная вещь, мы же не можем все создавать. Вот, Манда Хваранда, это как раз Тескала, Эль Кала, это укрепленный. Вот это гофрирование, видите, это все сырец. Сделано прекрасной памяти. Как раз относится к 9, 7, 8 периоду, как раз в Бездяковске, Булгария. И вот эта торговля была мощнее, вот это Караван-Сарай фактически. А это Ольга Султан-Кала. Вот видите, сколько огромного количества находок. Вот это процесс раскопок. Если взять вот в этом плане, для нас это уникальный пример, как надо изучать историю. Там очень хорошо все это проводится, все делается. Несмотря на то, что там режимы тоталитарные или авторитарные, но изучение истории, это очень важно. Само-сознание усиливается, все равно тоталитарные зумы идут, но история останется. А какова причина падения Мерфского оазиса? Мерфский оазис практически не погиб, он сейчас здесь существует. В Арам-Али, например, был там царская Романовская Никола, это царская резиденция. Дело там, что русские, в 1882 году взяли Ахалский, завоевали скобили, помните, да? А потом уже Мерф, Мерф добровольный, говорят, когда у нас добровольное входление состав России Башкир, говорят, добровольные значи плена, это шутки, конечно, никто добровольный ничего не дает. Вынуждены добровольны, это другое дело. И вот это Мерфский оазис, я в качестве примера беру, это вся архитектура, потом она перешла, Харасанский стиль архитектуры, плюс харизма, она перешла в нашу территорию. И Казахстан, и Крым повлиял, ну, Крым и там все живут, сказали, Кавказ, Средняя Азия, собственно, в Казахстанске там целые стоят Марзолеи. В Челябинской области, вот вы знаете, Башня, это Тамерлана, не от Каим, это разные вещи. И в Сибири, вот сейчас Чингатура, это Тюмень древняя, фактически его разрушает. Вот губернатор, который сейчас в Москве, который он там, он начал первым, его сейчас фактически вырубили, всего мечтой в Чингатуре. Там прекрасное место, Чингатура. И про Тобольский они там разрушаются. Вот это Великий Мавзолей, это как раз XI века, Сибирьевский династии, Султан Санзар до реставрации. Советские реставраторы, Ковалевы, и там почти очень тщательно росписи делали, лет 30. Но очень медленно, но это правильно. Но турки пришли, быстро сделали, но качество потеряли. Роспись ужасная, но это часть восстановили. Вот это Султан Санзар, последний правительный похоронен. Но говорят, что кодачи. Вот это как раз архитектура того времени. Мне, вон там, Саяхат, можно найти, да, Хазыргейдеву, это модернизированные костюмы, в данный момент вот туркменские. Я вам сказал, во время Саяхат, на Иван Патлану Глунда, разные народы были, вот здесь, в данный момент, это мервские и ахалтыинские туркмены. Разные вещи. Вот я только сейчас здесь показываю, в принципе, это кодачи еще дополнительно покажут, здесь пусть пока останется, там более подробно попробуем потом покажу. Вот это по моим только личным исследованиям, на Мудари, среднее течение Мудари, мы исследовали более 360 памятников. Из них, где-то 40 памятников на уровне Булгара. Какие там, культурный слой доходит до 60 метров. Баршаха-Ада-Чажо, это Тукминавад сейчас называется, как раз граница была между Золотой Ордой и Чагатаидами, и Хулагувидами. Там крепости, мы раскопки вели, 35 метров шурфу дошли, в течение пяти лет. Пошла вода, мы не могли довести до конца. Культурный слой мощный. Был великолепный Мадзявик, как раз передовозки Булгарии, то есть 10 века, саммонидов. Кстати, саммониды влияют на историю и культуру Золотой Ордой. И все дирхемы, серийные, которые у нас ходили, которые нашли кусочек этого, это как раз саммонидские монеты. Халиков пишет, что без монет не пилы, на самом деле это не совсем так. Монеты ходили, но не собственные были. Саммонидские ходили. Серийные монеты, вот они такие. Вот только вот это посмотреть, такие мощные крепости до сих пор они сохранились. Климат играет роль, естественно. Но река смываит, человеческий фактор, особенно советский период. Без этого шлопа, вот таксида, все зияротланы, шахарланы, жемелых торгах, все остатки советский период. Мы в Казан-Шахариново-ганда, хазыргей, кубчеркевле, мы на Минкабанский городище раскапывали в Казан-Нагузин-де, в Казан-Курин-де. Казан-кабырки сядут в Москве, специально меня возьмите, я вам экскурсию. Но все-таки наши молы не сработали. Я пытался, сколько мне китап-то я запарам, стоял на бизнес-онлайн-домбинах. Я феологи, мол, ругали, что я не тем занимаюсь. В крест поставили, церковь там все-таки. Так ли? Зияротлар, Рожкина, это не такой первый пример, Кировой тоже такие же. Вот бавзолей как раз X века, Саманида, Пунта-Сира. Это район, так называемая, граница с Афганистаном. В X век я, почему вам это, снизу иду на север, какое состояние там сохранности. Вот это внизу, это медресе XVIII-XVIII веков. Это уже поздний период, кризис архитектуры. Колумб открыл уже туда, торговые пути перешли, все золото всплыло, Великий Шелк какой-то перестал существовать. Но это архитектура X века, она напоминает точно такой же Бухаре. Аналогичная ситуация. Вот это уникальные памятники, как раз, города Киркибов, что сейчас он называется, в честь прошлого президента Туркменистана, в честь Атамурада, в честь его отца. Но это город Киркинский Оазис. Вот это по территории Амудари, вплоть до Ахаризмы, такие сохранились, великолепные архитектуры. А все памятники основных появились в период Ахименида, то есть это V-VI века, в нашей еде. Потом период Греко-Батрии. Ну, самые сильные, это были Сасаниды, если вы помните историю, III-VII век. Потом уже период Арабов. Особенно сильная была архитектура и распространение монетами, это подвергла саманитская монета, X век, потом Сильжукиды, потом после Монгола, это Кулак-Буиды, но потом Кризис Чеснотыр. Только Бухара начинает подняться. Вот. Сейчас вам становится очень интересно, языческий храм, круглая сторона, хазарик написан ДП, вот это, высотой здесь 15 метров, это только его цитадель. Он одновременно служил как, значит, оборонительный сотрудник, с другой стороны, это был храм астральный, то есть храм, откуда двухэтажное здание было такое, сверху, это платформа. И отсюда наблюдали течение Мудари, за солнцем, и мне говорили местные жители, что здесь все время летали НЛО всякие. Вот на самом деле, вот в этом месте, что-то интересное. И там же я в середине нашел колодец, глубиной 15 метров, вот, Сул Чахмаза, правда, Тулган, Кирпич Станышанган, 10-11, 12 веков существовал, действовал. И там же нашел вещь, похожую на пепельницу. Тоже середины глаза, солнце, потом в четырех местах культ плодородия, изображение соответствующего, и так далее. Был плодородие, и вот это какое интересно было исламской традиции. Они готовы, Вот ЭДП издалека, сверху, может, сейчас у меня фотографии есть, я не помню, из них. Вот здесь Амоль, крепость Сахаренская. Буквально до 24-го года крепость там стояла, пока Фрунзу не расстрелял эту территорию, Бухарского мирота территория. Вот как раз и очень интересные объекты. И вот все это, на слойке, на слойке, все памяти, уникальные вещи. Недавно один из моих заочных учеников, один после моих раскопок в Средней Азии, уже, прилично прошло, 90-е годы, я там не был, практически, разведки сделал, правда, в 2007 году, один мальчик ко мне обратился, местный, от Бердака, я говорю, ваше памятники, посмотрел памятники, хочу написать работу, 11. И в этом году он получил третий приз для Туркмения. Если был бы он текинец, он первый взял, но он не текинец, 30-40-й Туркмения, так называемый татар. Вот эти вещи, изображениями змей, это как раз относится к периоду 11 по 13 лет. Вот все эти вот ливные такие уникальные сосуды, это лично мои раскопки, я просто, а таких очень много, во всех музеях. Кто когда-то будет в Ашхабаде, или Туркминабаде, или Бухаряне, все эти такие вещи могут привезти в натуре. Вот, сейчас это уже ближе к нам. Дело в том, что на территории Южного Харизма, это граница между Кулагуидами и Чагатаидами, проходили крупные торговые пути, и Карамасарай сохранились, путь до 11 века. Вот один из них, это так называемый Даяхаттен, или Байхаттенка. Дело в том, что сейчас Туркмином переименовывают, многие имена под Тасовы, там похожи на имена. Например, город Ташаус, Дашхаус был, Каменный Хаус, то есть водоем. Сейчас его Дашагус сделали, Дашагус. Ну, таких очень много переименований, Рабатов крепостей есть. Вот Тахирия, уникальный крепость, который до сих пор сохранялся, это Рабат, то есть укрепленный торгово-караван-сарай. С одной стороны крепость защиты, с другой стороны очень много этих вещей. Вот я сверху с вертолета снимал как раз. А столица Рабатового комплекта от этого? Нет, Рабат это, ну, название оттуда. Вот московский Арбат, говорят, но на самом деле это Рабатный Арбат. То есть это торговый, караван-сарай, торговый участок, ремесленный торговый участок. Вот, это его разные виды, я просто выручу с кореном. Сейчас мы пойдем дальше по харизму сказать. Так, вот это все харизмские города уже непосредственно входили в состав Золотой Орды. Ульца-Жучи. И там был, конечно, автономный режим немножко. Кутлук Тимур особенно держал. Был женат на дочери, Чуря-Баханун, дочери Узбек-хана. И фактически полонезависимых. После, фактически, они потом отделились. Ну, это самые нужные животные, которые в среднем. Не важно, особенно в жаркие погоды. Это я так просто говорю. Так, вот я вам начал говорить, на востоке Куркменистана проводили несколько по линии ЮНЕСКО. Там следы динозавров сохранились. И вот эта территория, вот здесь пережитки доисламские. Люди тряпку вешают, у кого нет детей. У нас тоже, кстати, такая традиция есть. Ну, вот просто я выбрал несколько. Ну, это может и ускоренно показать. Так, вот это уже Харизм непосредственно. Вот здесь мавзолей, фотографии как раз по линии ЮНЕСКО. Мы проводили несколько конференций, очень интересные, в 2005 году. Кстати, в Туркменистане, как у нас в Татарстане, два объекта пока. В состав список ЮНЕСКО включили город Неса, Мер, в первую очередь. Потом вот Куни-Урген. Куни-Урген, столица Харизма. Кстати, мы здесь сейчас, если я это не помню, давно быть в каком-то одном из моих видео-материал, где я так давно не смотрел, там давно быть памятник четко разделен, дом монгольский и монгольский. Может, и здесь, я не знаю. Вот как раз город Куни-Ургенчик. Вот внимательно смотрите. Все красного цвета памятники, которые сохранились великолепно, относятся к периоду Золотой Орды. Вот это для нас, для изучения периода Золотой Орды, уникальный памятник. Ну, Туркмены, конечно, современные пытаются сказать, что это никакого отношения к Золотой Орде нет. Вот Мирганима, которого сегодня, Мирганим Кенда, он писал в Золотой Орды, его так и не пригласили. Я говорю, ты не писал бы Золотой Орды, написал бы 13-14 век, тебе пригласили. А там бы выступил бы на месте. Все сказал бы. И говорю, вот, огромное количество памятников. Вот я вам просто сказал, сама непосредственно крепостная стена у Льгенча, это уникальный памятник, партификация. Дальше вот Мавзолий Али Раматани, сейчас мы там покажем, Мавзолий Медреси Ибн Хаджиба. Все эти памятники относятся к Наджималу Кубра, Мавзолий Пирьяр Вали, Сейит Ашмед и так далее, Султан Али. Харизан Бах, это огромная территория, сад такой огромный. И это все сохранилось в уникальном виде. Там целый клад. Я, скажу, в 93-м году вместе с Тагареем проводил раскопки, там мы быкапывали, где-то можно положить фотографию мне. В третьем томе истории Татар я там дал, вот здесь памятники показаны домонгольские, вот это Харизан Шахов, Текеша, и вот это уже монгольский период, то есть Залтатновский, потому что у нас терминологи Тагилина, домонгольский, монгольский. А у нас в Казани всегда говорят булгарский и казанский хансер, про Залтатутовский, казанский. Вот смотрите, вот это как раз, вот это надгробие, майолика полностью, красота уникальная, это мои раскопки. Когда мы его копали, вот что мне заметил, если мы голым телом сидели, у меня пупырышки появляются, потом мы трико начали перчатки делать, все это спасло. Какой-то энергетикой есть в могилах. Я, сейчас скажу, в каком году, еще молодой был достаточно, в 79-м году, перед армией, участвовал в раскопках, захоронения в городе Серакси, там огромное количество было ханака, так называемого, такие вот построенные, там в основном похоронен мужчина и женщина отдельно. И вот там тиф или что-то какое-то было, болезнь, и вот эта болезнь до сих пор сохранилась, люди отравляют. После этого мы раскопки остановили, вот такие вещи. Вот хоризмы очень-очень часто это сохранить, во время раскопки такие вещи уходят. Вот эта вся архитектура, она напоминает наш булгарский, внимательно вы сейчас заметите. Так, я вам отрывочно, у меня много материала, я, конечно, могу долго рассказать. Вот смотрите, мавзолей вот таких четыре минарета сохранил. Вот это великолепный кутлук Тимура, который был женат на дочери Узбека. Узбека, да. Да, тюрем Арханума, честь него построен этот мавзолей. Это уникальный, сверху купол, уникальнейший купол, сделан вообще, материал шикарный. Вот сколько, смотрите, окон сверху шикарно поступает. Это уже до реставрации, сейчас реставрация сделана уже. Вот, а мавзолей, вот это минарет высотой 91 метр. А он был еще выше, а таких было минаретов несколько. Два минарета разрушил сам Тимур. Один упал в 1901 году, один остался вот. Его реставрация, у нас был такой очень интересный товарищ, потом суфи им стал, сейчас скажу, фамилия. Халимов Назар, он оттуда из Ташауза, у него какие-то татарские корни. Он всегда хорошо к татарам относился и грамотный был тогда. Он всегда говорил, татары самый грамотный народ, поэтому я хочу быть татарем. Он всегда так говорил. Ну, нет, это не совсем татарские, это у узбеков тоже есть. Это ташаузские токмены, они отличаются от тех. У них даже язык другой немножко, а так их называют иногда. Но это все-таки бывшие хивинцы скорее, они пулияне. Хивата, это много национально, там узбеки, там и казаки. Борьба, клан всегда в власти шла. Да, вот Надир Шах, когда шел сюда, это время, Петр Первый отсюда, Россия двигалась в Казахстан, оттуда Надир Шах, почему многие казахи вынуждены были обратиться в Россию. Надир Шах оттуда шел, он запокорил Индию и все территории Ирана, все средние парады. Харизма уже дошел дальше, и казахские кланы, и узбекские кланы вынуждены были либо обидеться, либо обижать. И Россия в этой ситуации воспитывается. Вот это такие мавзори, это уже на территории от Кюменской области, Казахстана, оттуда. И вот эти мавзори, если я не ошибаюсь, там в одном из них сейчас вывеска есть. Я был там в 2015 году, когда казахи отмечали, когда они отмечали, когда Путин их немножко обидел. Сказал, что казах государства не было, помните? После этого казахи решили провести юбилей 550 лет казахскому ханству, и после этого казахи начали работать. Вот в одном из мавзорей, что там 180 километров пустынная зона, единственное написано, здесь побывали только два больших человека. Первый, это наш президент Назарбаев, и второй иностранный гос Рустам Миннахамат. Он приехал там, посмотрел, и при том, население вот этих Кечежуз, Муанши-Жузды, фактически это Ногайские. И вот они, антропологи сможет, кто был Карачаев-Черкесий, видели, наверное, Парисов, наверное, везде был, поэтому ему говорить даже неудобно. Нет-нет-нет, Суворов, который вот давил этих ногайцев, остатки Махачкали, Дагестане не есть в Ногайском районе, напоминает фильм, когда американцы Апасии там долбили. Это время как раз покорение Крыма было, Пугачевское восстание, вообще сложное. Почему Екатерина сейчас ислам разрушила, это не случайно, когда мощные, опасные ситуации сложили. И вот Ногайцы, фактически те же самые Ногайцы, имена смотришь, как наши. Ну, язык немножко специфика, кавказский влень и так далее. Цвет антропологии наши, имена наши, все такие же, как Казанский Татарик или Павловский цар, когда едешь по степи, но эти многие памятники, конечно, относятся ранее в Домогольске, это Кимакский, Печенежский и Кипчакский. Они были фактически во всей Евразии, на Украине очень хорошо собрались, в Северном Кавказе достаточно хорошо, на территории Казахстана очень, Алтайда, Шапланда. В Катарстанда, что интересно, очень мало, несколько мест, я только в двух местах нашел, первый это Альмитском районе, второй это Уруссак был, и то после войны его, меня фотография только вместо знает, его уничтожили, то Ашхабатых, Мунчалаком Деркуйна, годы войны, и потом, говорят, вся семья у них погибла, вот какой-то святость камня есть, не хочется, мы же немножко атеисты, мы как-то сопротивляемся, мы сомневаемся, а кто-то верующий, а не проще, да? Но в этой системе начинают думать, а все-таки какая-то сила есть, верно, исторические вещи, поэтому не могилу нельзя разорять, все равно, в Казани, двух местах, два роддома построены на могилах, дети умирают, вот какая-то психологическая, шапкатру, и Кендер все равно плохо делает, рано или поздно детям или кому-то это отражается, поэтому всегда надо думать, когда что-то делаешь, и даже имена детям надо правильно, вот я с своей супругой очень сильно воевал, когда она хотела дочку назвать, не обиграясь, если у кого-то названа, исправьте, пока не поздно, Азалия Дегенсимборбит, вроде красивый цветок, а ведь в переводе сельдеткин взят, ажал, эльяль, яси, то есть хозяйка смерти, владеющая смертью. Когда мы провалили несколько мероприятий по линии ЮНЕСКО, мы смотрели вот эти разные юрты, казахи, туркмены, узбеки, совершенно они вроде похожи, но что-то общее, это шатровый вариант так называемый, в мечети нельзя это делать, но специфика национальная есть. От зглаза, да? Нет, это орнамент национальной плене, но это все закрывается, да, вешать, да, да. И притом это не только зглаза, здесь и змеи не лезут, вот я вам скажу, вот экспедиция к Новому Средней Азии, я когда спишь ночью, во-первых, светло, там, везы летают, лежишь, под утро ты можешь, тебе может быть рот открыл, змея пойдет туда. Поэтому, чтобы змея не ходила, барашек, шельцовый верлюжий, качали в этой артизе, да, имя, это вот, и ни скорпионы, ни змеи не проникают, вот они боятся бараник, бараник седает, оказывается, вот психология какая-то. Продолжение следует...